Такое объявление здесь. Дети. Вот и через лампу получаются. Здравствуйте. Что случилось? Здравствуйте, Александр Евгеньевна. Что произошло? Здравствуйте. Где Белия Борисовна? Здесь где-то так было. Там, да? Пропустите девушку. А я вроде нажал. Аккуратненько, крути. Еще раз, можете нажать? Можем. Все, давай, аккуратненько. Все, покажи. Здравствуйте, Оксана Евгеньевна. Представляться надо? Можете представить. Участковый понамочительствах Максим Сергеевич. Ну, удостоверение только не снимайте, пожалуйста, вы в курсе. Все тот же? Все тот же самое, да? Все тот же самое. А я еще не успела. Может, у вас новое удостоверение? Да нет, что то. Может быть, у вас все-таки... Опять? Будем разбираться, почему рамка работает? Ну, я посмотрю, да. Готовно вознаграждение. Ну, вы же посмотрели. Вот. Еще раз вам сообщаю, что опять, опять, уже бюллетени, да? Приехали, все, рамка включена, объект взят под охрану. Все документы можете получить в ОВД по району, о, не по району, ОСВАЛ, окружном управлении. Вот, пожалуйста, на входе. У нас сегодня день выбора. Еще раз объясняю вам, с момента того, как поступают за бюллетени, объект берется под охрану. А ты когда бюллетени поступили? Да. Откуда же. А когда бюллетени поступили? Ну, что ж такое? Это, пожалуйста, говорю, в округ. Бюллетени уже поступили? Пожалуйста, в округ. Максим Сергеевич, да, удостоверение мне предоставьте. Да, пожалуйста, пожалуйста, еще раз. Еще раз, пожалуйста. Я хочу посмотреть, проверить, все рассердить. Убедиться, удостоверить. Пожалуйста, пожалуйста. Светков, Максим Сергеевич, участковый, уполномоченный. А срок 10-то какой увеличишь, пожалуйста? До 28-го, до какого числа, кем-то действует? До 23-го марта 28-го года. Я иду про такой, Максим Сергеевич. Да, пожалуйста, ведите, конечно. Хотелось, знакомиться с документами, документ на выживание. Еще раз говорю, документ находится, да, ВВД послал. Облучают заявление, хотите написать по данному поводу? Я напишу обязательно сразу в прокуратуру. В прокуратуру напишите. Да, да, да. Я просто фиксирую, как право нарушили. Прокуратура. Я прекрасно. Ну все, тогда фиксируйте, пожалуйста. Прокуратура находится. А документы отсутствуют, да, я так понимаю? На рамку основания. Основание, на каком основании на сегодня работает эта рамка? Правильно, по-моему, Максим Сергеевич? Нет, неправильно. То есть вы обед не нарушаете? Вы мне отказываете предоставить информацию? Но если вы не слышите меня, то что я мне с вами говорю? Мне же здесь и сейчас нужно, а здесь же дороже не нарушаете. Но здесь сейчас это вам много что нужно. Пожалуйста, УВД-свал. Здесь сейчас вам предоставят вешеный ход. Есть права детей и родителей в этой школе хотя бы. Пишите тогда заявление, разбирайтесь. А лучше, конечно, по всей стране желательно. Ну и все тогда. Нет, я сейчас требую в земле документы. Все, требуйте. Документы есть, Максим Сергеевич? Еще раз говорю. Основание. Вешних ход есть, там все документы получили. А сегодня почему она работает? Вы можете объяснить? Я уже вам объяснил. Я здесь по 10 тысяч раз не собираюсь вам ничего объяснить. Нет, ну вы мне не сказали, на каком основании она сегодня включена. Вы пересмотрите видео. А включена она сегодня на каком основании? Еще раз вам объясню. Пересмотрите видео, все вы поймете. Не надо мне указывать. Вы мне ответили на вопрос. Да я вам не указываю, я вам советую. Почему она сегодня включена? И дети ходят через включенную рамку. И сегодня день выборов. Еще раз говорю. Посмотрите видео. Но мы с вами так и продолжим. Вы не услышали первого рамка? Вы сказали, что когда привезли бюллетени. Ну, оказывается, вы услышали. А они что привезли? Оказывается, вы услышали. А при чем тут бюллетени и права детей, которые нарушаются? Я услышала, но я не получила ответа на свой вопрос. То есть, я не глухая, Максим Сергеевич. Но вы ответ получили, просто еще раз подумайте. Я удивлена, как вы правонарушители еще. Ну, если я второй год права ваши нарушаю, это же беспредел полный, правильно? Ну, вы знаете, я еще просто, как говорится, спускаюсь на тормоза. Вот она рамка работает, дети ходят через рамку, родители тоже через рамку. Свободный проход есть, пожалуйста. А почему вы не отключаете? И почему она работает? Просто не каждый уведомлен о своих правах. Вы же не разъясняете, что вы можете пройти через альтернативный проход. Кстати, он у вас закрыт. Да, закрыт. А почему он у вас закрыт? Закрыт. А почему? Вот так получилось. Удивительно. Да, согласен. У нас все время так получилось. Да, ну, видите, второй год уже так получается. А кто, Борисовна, где? Кто дал согласие на всю эту установку и подключение? Еще раз говорю, вешеных вод, дом 10, окружное управление. Причем тут вешеных вод? Ну, потому что они, в частности, непосредственно под руководством главного управления разрабатывают вся вот эта схема. И весь вот этот алгоритм работы наших сотрудников, ну, нас, соответственно, охраны общественного порядка. И, ну, полностью по пунктам, где все разложено, как должно выполняться. С какого часа, Максим Сергеевич? Где документы? Ознакомьтесь с ними. На каком основании вы здесь сейчас находите? Я вам, ну, как я могу вам, ну, не могу я вам предоставить документы, потому что они находятся там. Ну, я словам не верю, особенно вас, Максим Сергеевич. Не верите, вешеных вод 10 съездите, пожалуйста, посмотрите. Никуда я не собираюсь ехать? Вы мне документы с 10 сейчас предоставьте. Все, ну, подожди. На вешеных вод кто сейчас там? Вы же протокол снимаете? Конечно, обязательно. Ну, вы это расцениваете как отказ? Ну, все, тогда о чем нам с вами говорить, если вы расцените это как отказ? Ну, то есть вы и отказываете, да, мне предоставьте? Ну, получается так, по-вашему мнению. На каком основании включена рамка? Тоже ничего не буду говорить вам, видите? Отлично, документов у вас нет? Конечно, нет. Оснований полномочия тоже мне не предоставите. Возможно, я даже уволю, как вы говорите. Удостоверение мое для вас фикция. Ни приказа, ни доверенности, ничего. Вообще, ни доверенности. Ну, как всегда, понятно. Ни прикаянно, ни под Богом хожу, я понял. Да, ну, как-то видно, знаете. Ну, видите, как-то. Можете даже не озвучивать свои проблемы у нас. Ну, скажите, соскучились по мне? Ой, не дай бог. Я тоже, по-моему, соскучился, честно скажу. Так где Евгения Борисовна-то? Ну, откуда же я знаю? Я же за директора школы не отвечаю. Ну, а кто здесь уполномочен представлять интересы руководства школы? А кто уполномочен представлять руководство школы здесь сейчас? Здесь сейчас, не подскажу. Нет руководителя, что ли? Все это безобразие в отсутствии руководителя происходит? Возможно. Но это лучше прямо на яблочко 49, и там разбираться. Согласие директора, да, я так понимаю, в Чинниковой все это сделано. А приказа ее нет. Никакой ответственности ни у кого за подписью нет. Ни чьей подписи нигде, ни на одном документе, даже документы. Такой очередной, вот второй год, и все, по тому же сценарию, да? Да. Да, беспредел творится. Что там, кто-то многое? На рамку хотя бы документы предоставьте. Она же здесь стоит, а не на яблочково. А на яблочково? Причем, я говорю, вешних вод 10, там весь пакет документов. А почему он там, а рамка здесь? А как вы думаете, где должны быть документы? Здесь или там? Конечно, там. А почему там? Потому что. А почему не здесь? Это потому что вы так хотите? Нет, я так не хочу, поверьте. Будь моя воля, я бы вот специально бы для таких граждан целую, блин, два тома этой номенкулатуры бы, чтобы они в свободном доступе предоставлены были. Ну так и обеспечьте. Не имею таких полномочий. Не имею таких полномочий. Вы обязаны проверять деятельность частных охранных предприятий, которые здесь на вашем, на закрепленном за вами объекте трудятся. К сожалению, уже не на моем закрепленном объекте. Ой, какое счастье. А почему вы здесь тогда находитесь? Ну, расстановка такая. Расстановка? Так вот дайте мне информацию. Да я еще раз вам говорю, вешних вот 10, получайте. Вот видите, люди, которые не хотят, обходят. А дети, если вот так вот. А их дети не волнуют, не права детей, не здоровья детей. Не, не, не. Евгения Борисовна здесь или нет? Максим Сергеевич. Не подскажу вам. Ага, спасибо, еще благодарю вас. И снова вы, и снова я. Как мне приятно видеть вас. А кто у нас сейчас участковый? А кто у вас участковый сейчас? Здесь не осыпают. Бестужевых, 17А. Да. Опорный пункт полиции номер 3, третий подъезд. Информационный стенд висит по правую руку отходной двери в подъезд. А, понятно. Тоже информацию не предоставляете. А это что у вас висит? Что-то висит. Я спиной не вижу, к сожалению. Ну, посмотрите. Ну, почему? Вы посмотрите. Вы же полицейский, да? Но видите, Александра Евгения не уверена в том, что это полицейский. Как я могу быть уверен, если она не уверена? Ну, у вас значка нет? Нет. Конечно. Не должен быть? Нет? Видимо, должен. Так должен быть или нет? Уважаемый, у вас что-то интересует? Я не уважаемый. А кто вы? Просто гражданин. А, ну все, когда просто гражданин. Замечательно. А вы кто? Я сотрудник полиции. Всего лишь? Всего лишь сотрудник полиции. А рамки-то почему работают? Потому что она подключена к электрической сети 220 вольт. Документов нет. Но на основании того, что переменный ток образуется. Вы когда так отвечаете, вы кого хотите дурачком сделать? Меня или себя? Ну, вы сами ответите на этот вопрос, наверное. Наверное, вас, да? Ясно. Вы сами себя делаете дурачком. Ну, видите. Ладно, вы как сотрудник полиции объясните меня, пожалуйста, в образовательных учреждениях. Вот, наглядная агитация разрешена. Я куда-то. Еще раз, если у вас какие-то претензии, вопросы, вы должны как претензийский устранить все наши претензии и на право нарушения. И нарушения устранить. Письменное заявление. На основании этого письменного заявления проводится проверка. После чего... А вы в КУСНО не принимаете заявление? В КУСНО? Ну, пожалуйста, рапортом поставим на КУС. Согласно с 736 приказу, незамедлительно, если мы будем разбирать этот термин с юридической стороны, это в течение 23 часов, я должен поставить его на КУСП, после чего будет проведена проверка. Ну, давайте. проведем. Да, пожалуйста. Товарищи, можно нам, пожалуйста, листок бумаги? Что, директор нет? Нету ни директора, ни уполномоченных, никого. В общем, у вас листок А4, может быть, было... Ни нагрудного знака нет. Откройте, пожалуйста. А дети через рамку проходят? А дети все, да, уже прошли. Причем, да. Причем, да. Причем, в течение дня... Кто хочет заявить, изъявить? Все запишем. Хищенко, да мы, наверное, вообще все заявим. На кого пишем теперь? Не на Строганова, да? Я не знаю. Вы можете на кого угодно. Это ваше волеизъявление. Я буду писать, пожалуйста. Пишем. Заявление начальнику ОМВД Украино-Отрадное. Что у нас там? Хостюк? Ну, конечно. Заявление о правонарушении от А.А.Е. Тищенко. Тищенко. Телефон 926 сразу запишите. Электронный адрес. Заявление о правонарушении? Да. Заявление о правонарушении. Чего-чего? Вы хотите номенклатуру? Нет-нет-нет. Вы хотите протокол? Принятие устного заявления о правонарушении. Удостоверение о правонарушении. Уже бланка нет? Да, в боксе. Пусть на листочке. Уже укомплектовано? Нет, у них ни документов, ни значков, ничего. Даже удостоверение предоставил мне Максим Сергеевич. Что хотите? Так вот. А правонарушение? Вот. Гражданки. А куда вы пишете от гражданки? Вот здесь, надо писать. Почему? Но если вы не видели? Вот я попросила от Александра Евгеньевны Тищенко. а не Тищенко гражданке. А вы сейчас будете писать, как мы вам скажем, потому что у вас нет протокола устного заявления, поэтому мы будем говорить, куда и что писать. Без вопросов. Вот для граждан Тищенко, Александр. От Александра Евгения Тищенко. От Александра Евгения Тищенко, Максим Сергеевич. Еще раз, но это не имеет никакого юридического значения. Для вас ничего не имеет значения, отсутствие документов, а для нас и нет. Число месяц года рождения Александра Я не буду указывать, я могу эти данные не предоставлять. Перепишите, зачерпите. Номер мобильного телефона. Вот здесь укажите фамилию. Александр Евгений Тищенко. Ну вот, Тищенко, Александр Евгений. Нет, Александр Евгений. Еще раз, Тищенко. Давай еще раз. Не Тищенко, еще раз, Александр Евгений Тищенко. А первую фамилию зачерпите. Пожалуйста. Удовольствие. Номер телефона всем известен. Побличие 926. 8. Нет, никто тебе не выглядел. 926. 045. 045. 08. 08. 45. 45. Адрес ваш куда отправляете? По электронной почте адрес. Давайте, пожалуйста. Ответ направить по электронной почте. Это в конце напишем. Адрес электронной почты мы укажем в конце. моих требований. Ну вот, без опыта. Давайте. Пишем сегодня. 14 марта. 14. 0. 0 марта. 03. 2024 года. Ага. В здании школы 1411. В здании школы 1411. находящийся по адресу в Блистужевых жилых 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 жилых. 7 7 до установлена рамка металлодетектора подключенная к электрической сети на незаконных основанных на через которую проходили как дети так и родители в том числе и мои дети учащиеся через которую проходили дети и родители дети и родители а также мои дети учащиеся до учащиеся данной школе на мое требование ознакомить меня с документами подтверждающие законность установки данного оборудования законность установки и подключить и включение данного оборудования и работу в законность установки и работы данного оборудования учебное время учебное время учебное время учебное время да когда шел образовательный процесс сотрудник полиции сотрудник полиции отказался сотрудник полиции ваша фамилия мягко обязательно должность все указывайте спасибо чтобы не проходили да не облачались да вообще и отключить надо она сейчас не должна работать отключайте максим сергеевич рамку отключите рамку сейчас чтобы дети и родители не облучались ни в коем случае вы ей подчиняйтесь нет я просто ну а зачем вы начинаете что-то делать я вот данной гражданке я сотрудник полиции у меня есть свое начальство я подчиняюсь ему я выполняю требования гражданки только в том поле в котором я уполномоченных выполнять давайте мы так и будем с вами дальше работать все уважаемые нафиксировано поехали дальше Василий Семенович незаконные требования противозаконные требования приравниваются соответственно так Светков Максим Сергеевич отказался правильно так ух ух исчая нач сотрудник полиции УУП такой-то параметрадный лейтенант полистиков Максим Сергеевич отказывался отказался мое требование ознакомить я доказался предоставить документы ну да 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 так на мое требование ознакомить меня с документами отказался подтверждающим закон что она предоставить меня фору отказался предоставить ну я написал отказался На мои законные требования отказался. Предоставить соответствующую информацию. Ее информацию. Требую. Требую. Да, в срочном порядке. А как у школы может работать без руководителя? У них все можно. У них свои правила. Они же не по закону живут, а по правилам. Требую в срочном порядке? Да, в течение 7 дней. В течение 7 дней. Рассмотреть. Зафиксированный на видео протокол. Факт правонарушения со стороны сотрудника полиции, а также директора школы Овчинниковой. Так, смотри, зафиксировано на видео протокол или подведем? Рассмотреть на комиссию, что мы чем-то можем помочь. Ну, ничего, у меня нет лидического образования. Факт нарушения. Факт нарушения. Да, данным сотрудникам полиции. В течение 7 дней написали? Конечно, в самом начале данным сотрудникам полиции. Моих прав. Моих законных прав. Хорошо. Моих. Законных прав. И свобод? Или не будем наказать? Можно без свободы. Свободу я не ограничиваю вам. Да, да, да. Правда. В этот раз, да, вы обошлись без ограничений. На удивление просто свободу. Я расту. Александр Евгеньевич, с вами я расту всегда. Видите, как. Хоть это радует. Я тоже очень рад. Так, прав и моих законных прав. Строганова уже это не очень радует, я так понимаю. Ну, поехали дальше. Посмотрим на ваше повинение. И свобод написать. Прав и свобод не указывать. Да, свободы были в прошлый раз. Ладно, в этот раз ограничимся правами и интересами. Законных прав и интересов. Значит, и привлечь. А какие? Привлечь. К административной ответственности. Ответственности. По статье 5.39 КОАП РФ. По статье 5.39. Значит, КОАП РФ. По статье за самоуправство превышение должностных полномочий, в том числе директора школы Овчинникову Нину Николаевну. А, превышение и злоупотребление должностных полномочий, в том числе директора школы. Овчинникову Нину Николаевну. КОАП РФ. КОАП РФ. Директора школы, которая допустила наличие агитационных материалов в вечернее время и установку незаконного оборудования. Я сейчас напишу, написала, она заберет его. А, утром даже указала наглядную агитацию? Да, да, да. Значит, допустила установку незаконного. По статье 5.10. И 5.39 я написала. Нет, 5.10, это 5.39, они должны есть неверную информацию. Да, да, да. Ну так мне вообще не предоставили информацию. А это нарушение прав потребителей. И 5.9. Это нарушение 24-й конституции. Они обязаны предоставить информацию. Да. Размещение агитационных. Размещение агитационных материалов. Вот вы не видите, я же вам сразу внимание ваших попытался обращать. Размещение агитационных материалов. Как хотите. Не установленное законом. В. Не установленное законом время. Устанавливаем. Ну это всегда такой вопрос. Нарушение статьи 5.10, да, Ису Багадарщик? 5.10. 5.10. Нарушение статьи ПАП. Еще раз. Размещение агитационных материалов. Нарушение статьи 5.10 по учебным заведениям. В неустановленное в неустановленное в неустановленное законодательство время в учебном заведении без соответствующих документов и присутствия должностных лиц. Конечно запрещено. Что запрещено законодательно. Нарушение статьи 5.10 по учебному заведении без соответствующих документов и руководителей школы. Да, уже написано. Уже написано. Предоставлять. Предоставлять. Ознакомливать. Что вы там написали? Отсутствовало, которое должно находиться во время рабочего учебного процесса. В рабочее время, во время учебного процесса. Которое отсутствовало? В рабочее время, во время, в рабочее, в установленное рабочее время, в рабочее время организации. Нужно так оставить. В рабочее время организации? Значит, в течение 7 дней по адресу электронной почты. Ответ прошу. Да. Ответ о принятых меру. Направить по электронной почте. Рим Сафаровна, послушай там электронную почту, пожалуйста. У меня запись. У меня просто видеопротокол выглядит. Ответ прошу. Сафрот. А, Сафрот. Сафрот. Да, да. Сафрот. Да. Сафрот. По электронной почте. Да. Пороче. Сафрот. Может здесь у вас есть? Это профсоюз. Или кто-то может... Сафрот. Нет. Вот смотрите. Соврот. Соврот. Мосс-Точка не нравится этот? Это. Соврот-А. В одно слово. Сафрот500. своем родителям соврад и чтобы сроки трясутся не знаю ну конечно давно с недел яндекс или что яндекс . это ксена не радуйтесь максим сергеевич постараюсь на чувство переполняет меня не могу я так и поняла надо успокоительный попринимать вопрос действительно соскучился заметно аж без значка ждали меня без фуражки то есть не экипированы полностью как положено но надеюсь следующий раз таких общений уже не будет почему вы думаете я все-таки уволит я очень надеюсь что правоохранительных органов будут работать профессионалы высшего уровня надеюсь пока что вы здесь подписи на той стране очень сильно но я стараюсь ведь с каждым разом растут в этот раз без ограничения ваших прав следующий может и а свобод в следующий раз и прав нужно будет ограничить протокол за явлен полномоченным цветковым что он сделан заявлен что-то что заснул принял заявление принял заявление когда вы перестанете нарушать максим сергеевич когда же вы уже когда-то перестану нарушать обязательно почему вы незаконные даете охраннику поручения какие-то но разберутся но на основании ваш видеопротокол изучит я конечно зафиксировал ну вот хотелось бы знать на каком основании охранника чему должен подчиняться вы же водите всех заблуждений пишу объяснение считать включенная сети 220 вольт не предоставил вам документацию эти нам полить цветов максим сергеевич но я потребовала нет ну она потребовала наверно у охраны нет но вы даже не знаете около максима сергеевича потребовала не максим сергеевич может дату и потребующего охранника и он не выдает он может потребовать у охранники я уже сразу потребовал максима сергеевич чтобы он восстановил правопорядок у вас имеется в наличии информации об этом устройстве должна быть а где она можете предоставить сертификат не могу не может тогда на каком основании вы его включили в чей собственность государств такого вас российского это вам государство привезло поставила да и же кто-то поставил ну стоит значит кто-то поставил не ну кто-то и вас не было когда ее ну сертификат существует на него не могу сказать вы обязаны это знать у вас устройство которые облучает людей которые проходят должен быть сертификат качества регистрация этого изделия информация а кто имеется у вас ответственно кто старше среди вас или вы в охране максим сергеевич на протокол сказал что он уполномочен обеспечивать общественный порядок на данном объекте и следите за право за право порядком поэтому я к нему обратилась подписала да вот я проверяю это 4 выпить номенклатуру спешите нам еще говорить номенклатуру опять пишите заявление но я же его достану из архива прятали на их заявление заведомо ложным заведомо ложных вызовов полиции все попрятали ни в коем случае я ничего не вы там позади если бы я прятал наверно кто прятал так никто не прятал что они за меня бегали не ознакомливали давай давай читай не разговариваю почитай и подпиши так а также директора школы чинкова директора школы которая допустила подпись там поставьте на другой лист переход в конце того листа потом скажете что это не выписали фамилию и давайте почитаю помещение стационарных агитационных материалов так вы получается не пресекли правонарушение не дописано маленько она потом добавлю и сделаю дополнение 2004 года так где ваши отказные на мои заявления в архиве в штабе где-то да почему вы мне их не выдаёте вы не приходите я же обращалась не доходит до меня значит аж письма понятно не знаю странно ты всегда ходит только давай Сотрудник полиции обязан незамедлительно передать данные и зарегистрировать. Передавайте, звоните в бюджетную часть. Еще раз объясняю, незамедлительно. Незамедлительно передавайте. В течение 24 часов. Передавайте, куспируйте. Все, я не отказываю. Я написан в течение 24 часов. Но если мы откроем с вами юридическую трактовку слова «незамедлительно», вы согласны со мной, что 1736 приказ – это юридические документы. Согласны? Незамедлительно это 24 часов. Если вы откроете и прочитаете трактовку… Незамедлительно это… Ребята, подожди. В течение суток… Не будем все хором говорить. Давайте конструктивно делаем. Конструктивно. Ваш внутренний регламент, он нас касается вообще? Так вы же на основании него просите меня запоиспировать? Нет, не просим. А на основании чего тогда? На основании того, что я имею право… Имейте. На основании чего? На основании нашего регламента, 736 приказа. Вот тогда ваши требования получаются незаконны. На основании гражданского кодекса, конституции. В конституции все. Я исполняю 736 приказ МВД. Если хотите сейчас звонить в дежурную часть… Я имею, согласно данному приказу, вот такую формулировку, что сотрудник полиции обязан незамедлительно доложить посредством радиотелефонии и прочего-прочего-прочего. Дежурную часть. Нам нужен номер пусков. Опять же, там не прописано, что я вам должно сообщать. Вы должны пойти на Ланецкую… Можно вызвать ответственного суда? Ответственного, ответственного, ответственного. Потому что вы сейчас не хотите выполнять свои обязанности. Если вы сейчас этого делать не будете, мы через 112 сообщения скидем. Хотите, так сделаем? Вы полное право имеете? Ваша запись ведется? Само с тобой. Ну вот. Значит, вы по факту скажете неправду. Потому что я вам не отказываю. Зачитаем наши заявления. А кто ответственный сегодня? Кто ответственный? Начальник, правильно? Тарас. 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 А пусть подъезжает на Бестужих 23 гражданка Тищенко ждет его вместе со мной. Ну, конечно. А вы сейчас не можете номер пусков запросить? Ну вот. Очень великолепная барышка, девушка, женщина, гражданка Российской Федерации. Запросите номер, скажите, в дежурную часть звоните. Угу. Не продолжаете нарушать мои права? Да. Да. Ну все, тогда я понял. Давай. Что, нам по городу вызывать ответственную? Что, они приедут ответственные? Ну откуда же я знаю? Я сообщил. Может, приедет может. Вы сейчас не сообщили ему? Да. Сообщил, конечно. Чтоб подъехал. Да, 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 конечно. Ну я же не могу отвечать за него. Через сколько он приедет? А какая было трудно сейчас запросить номер пусков? Еще раз. Если мы откроем все это, вы опять же, меня требуете выполнить действие. Номер? Регистрации, да. На каком основании он должен передать? Не хотите мне назвать? Ну что, вы приняли заявление? Принял. Вы обязаны. А вы в курсе, что по 736 приказу я не обязан вам говорить номер КУСП? Серьезно? Да. А кто должен говорить? А кто должен говорить? Вы должны поехать в территориальное отдел МВД и получить там талон с подписью о том, да, серьезно. Это где вы такое? 736 приказ. Да? Там прямо так написано, что каждый должен поехать в отдел и получить номер. Да. Вы не обязаны сообщать, да? Не обязаны. Я обязан передать. Оперативный дежурный, кто вам фамилия? Откуда я знаю? Кому сейчас звонили? Ответственному. Мавлюкаев, наверное. У них там один на все случаи жизни. Дежурный. В любом случае у нас все, школа закрыта с 17.00? Да. Пожалуйста, прошу. Уважаемый. В 17.00 школа закрыта? Нет, не закрыта. Давайте вы закуспируйте, Максим Сергеевич, и прекратите. Александра Евгеньевна. Да я не то, что нарушаю ваши права. Нарушаю права. А почему он работает в 18.00? Не такой? Где график работает? Где график? Где документы, что он работает в 18.00? Посмотрите. Там не написано на 17.00? Вы предоставляете... Еще раз объясняю. 736 приказ, на основании которого вы меня требуете предоставить? Там нет такого. Где приказ, график работы школы? Руководства нету и никого? Во-вторых. Я не отказываюсь пульсировать. Вы с кем общались? Ладно. Ответственно. Поехали жалобы на него? Конечно. У него же? Прокуратура? Ни в коем случае. Но если бы я издевался, я себя по-другому... Фамилия какого? Фамилия? Тарас? Закругляйся. Все, поехали. Хорошо. Сейчас составим жалобы и все.